маленькие большие дела отлучиться на минутку попудрить носик об этом обычно не говорят но часто думают как и куда сколько туалета в городе их состояние и стоимость посчитали создатели виртуальной туалетной карты города и судя по ней туалетов действительно хватает но макелевчане считают иначе абсолютно не хватает это действительно проблема особенно если долгое время находишься на улице нет не хватает особенно когда пожилые люди а вот в зональном центре гигиены и эпидемиологии эти утверждения готовы опровергнуть хватает у нас общественных туалетов в городе хватает ведь проверяют их регулярно из пристрастия общественные туалеты входят в состав других крупных объектов которые санитарная служба города проверяет ежегодно это такие объекты как вокзалы торговые центры и рынки по санитарным правилам устройства и содержания общественных уборных количество туалетов в городе рассчитывается по нормативу один унитаз на 500 человек радиус обслуживания не должен превышать 500 700 метров количество туалетов необходимых для населенного пункта нормируется не санитарными а архитектурными и градостроительными нормами а вот уже санитарными нормами нормируется установка биотуалетов все для людей и чтобы те не испытывали неудобств голубенькие скворечники то и дело появляются на улицах города числятся они на балансе дорожно-мостового предприятия на балансе предприятия 12 биотуалетов которые мы используем для при приведении культурно-массовых мероприятий городских и районных тут пару дней там пару дней передвижные уборные путешествуют по могилёву но кочевая жизнь никак на гигиене и сказывается два раза в день уборщица служебных помещений обвозим и чистить туалеты и по мере необходимости машина специально осензаторская откатывает их биотуалета в дорожно-мостовом предприятии с запасом там знают что очередь туалет самая неподкупная но это летом а вот зимой биотуалеты использовать не получится зимой замерзают и потом нельзя их использовать не перевозить ничего мест где тепло и мухи не кусают в городе все-таки маловато у дмп их всего два на нашем балансе кроме биотуалетов есть еще два стационарных общественных туалета платные стоимость одного посещения 35 копеек это не находится это туалет на пересечении улице ленинской проспекта мира в подземном переходе и туалет парке имени горького на на площади славы туалет в парке горького один из самых известных слава о туалете на площади славы раньше было не очень но сейчас тут все с ремонтом и чистенько а в будни еще и тихо вот он такой общественный туалет городе могилёве все стандартно чувствую себя лена летучий только без перчаток все стандартно но все работает и даже вода горячая есть и даже руки высушить можно обязательно должны быть туалеты и на вокзалах в могилёве они платные 50 копеек стоит посещение заведения типа м и жоп на железнодорожном вокзале на 10 копеек дешевле это удовольствие на автовокзале а для крупных торговых центров свои требования поэтому центральный универмаг да и другие крупные торговые центры приветливо распахивают свои двери в туалет в том числе во всех торговых центрах торгующие продовольственными товарами там выше 400 метров квадратных если в обязательном порядке должны быть общественные туалеты и они есть в торговых центрах а платными они должны быть или бесплатными платными или бесплатными санитарными правилами не устанавливается прописано в санитарных правилах что в остальных объектах питания бытового обслуживания если нет общественного туалета то должен быть доступ в служебный туалет который в обязательном порядке имеется на данном объекте слову постановление министерства здравоохранения беларуси за номером 102 двугодичной давности и гласит что туалеты и в кафе и на заправках теперь для всех но не все могилевчане об этом слышали мы знаем что сейчас все платное бесплатного ничего нету я слышала но я бы например постеснялась в общем теперь стесняться не надо и терпеть тоже